Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Предприятие «Гомель Облпассажир Транс» было создано 15 декабря 2011 года. Расскажите, пожалуйста, какие задачи сегодня вы выполняете и как оцениваете результаты первых лет работы? Да, сегодня можно говорить, что предприятие нашло свою нишу в организации перевозки пассажиров. В рамках этого было заключено со всеми гороисполкомами договорные отношения на организацию перевозки пассажиров. Была создана контрольно-ревизорская служба, отдел организации перевозок, диспетчерский сектор по организации дорожного движения, который сегодня занимается проведением конкурсов на право выполнения перевозки пассажиров, изучаем пассажиропоток, формируем схему маршрутной сети. Если сегодня говорить о том, каких успехов сегодня добились, то мы сегодня единственный оператор на территории Республики Беларусь, который именно в областном значении осуществляет организации контроля работы пассажирского транспорта. Одна из главнейших функций заключения договоров с транспортными перевозчиками. Расскажите, сколько их было подписано в 2015 году? Да, в 2015 году мы заключили более 300 договоров с перевозчиками негосударственной формы собственности, а также с крупным предприятием-перевозчиком «Гомель-Обл-Автотрасс», где в этих договорных отношениях четко прописаны права и обязанности как перевозчика, так и оператора пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, научно-технический прогресс не стоит на месте и затрагивает абсолютно все сферы. Расскажите, как вам новые технологии позволяют осуществлять контроль за соблюдением водителями правил перевозок и расписания движений? Внедрили GPS-навигацию на пассажирском транспорте, который осуществляет перевозка пассажира в регулярном сообщении. Внедрили автоматизированную систему диспетчерского управления. Данная система сегодня предусматривает не только смотреть работу автобуса в режиме онлайн, а также контролировать и управлять процессами именно перевозки пассажиров. Данная система позволяет контролировать скоростные режимы автобусов и водителей. Данная система позволяет сегодня информировать пассажиров в режиме реального времени, как через средства интернет, так сегодня мы прорабатываем инновационный проект. Нашли сегодня инвестора для города Гомеля, который будет размещать на остановочных пунктах табло, которое будет информировать сегодня пассажиров по прибытию транспорта не только автобусов и троллейбусов, а также в том числе и маршрутных такси. В последние дни в интернете активно обсуждается тема введения графиков для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются транспортными перевозками или другими словами для маршрутных такси. Расскажите, как нововведение отразится на их работе и с какой целью вводятся графики? Местные органы власти, а также жители говорят о том, что на конечных остановочных пунктах засоряют водителей маршрутных такси соответствующие территории, где они находятся. Поэтому в целях сокращения отстоев на конечных остановочных пунктах было разработано расписание движения маршрутных такси. Есть много моментов сегодня положительных, которые нашли сегодня перевозчики. А именно, раньше по живой очереди они приезжали, как они говорили, в 5 утра занимать очередь. Сегодня, согласно действующему расписанию, водитель, приезжая на маршрут, он сегодня знает точное время и во сколько ему приезжает. Поэтому режим труда и отдыха сегодня именно контролируется как перевозчиками, так и нами, как операторам пассажирских перевозок. Дмитрий Михайлович, и последний вопрос. С наступлением дачного сезона будут ли какие-то изменения в расписании движения на пригородных маршрутах? И как сегодня жителям области можно следить за изменениями в расписании? Можно ли это делать, скажем, через интернет? Рассматривается вопрос заказчиками и перевозчиками увеличения количества рисов в дачный период. А также будет ставиться подвижный состав соответствующий, то есть увеличивать будем возможности для пассажиров. Эту информацию сегодня можно получить как через средства массовой информации в газетах, по телевидению, будет доведено до пассажиров, а также через средства массовой информации и интернет, через сайт Гомельского автовокзала, операторов пассажирских перевозок и самих перевозчиков. Дмитрий Михайлович, спасибо вам за такую интересную и содержательную беседу. Всего вам хорошего и до новых встреч. Спасибо. На Гомельщине отначали Международный день театра. Профессийное свято было установлено в 1961 году по инициативе делегата у 9 Конгресса Международного института театра. Что год по всей планете, 27-го сакавика, оно проходит под одним девизом «Театр, як сродок взаиморазумения и умоцывание миру по международам». Про то, как сегодня працуют и развиваются театры Гомельщины, чем тут готовы издевлять глядача, специальный репортаж Вероники Ворошилиной. Сегодня у Гомельской области працуют четыре театра. Найстарейшим заявляется Гомельский областный драматичный 76-годовый «История запляшима». У свой час он был створен на основе актерского курса народного артиста СССР Леонида Леонидова, и одразу ж гучно заявил про себя. Минули десяти годы, однако, во установе бережливо заховываются шматгодовые традиции. В 1999 году Гомельскому областному драматичному театру было присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Зараз творчую трупу складают признанные мастеры сцены, народные и заслуженные артисты Беларуси, а также молодые актеры, которые поступово переймают опыт своих старших коллег. На базе установы традиционно проходить международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные встречи». Заслуженный коллектив так само может похвалиться насыщенной поспяховой гастрольной деятельностью. Меж тем, спектакли и творчые вечары, которые ладятся в Гомельском драматичном театре, завсёды корыстаются великой популярностью у горожан и гостей города над Сожем. В опошлый час показ премьерных постановок тут сопровождаются видовичными перформансами, призванными дарить глядачам яркие эмоции и уражения. Даречу, уже в ближайший час на ведовольников облдрамтеатра чекаются новые премьерные проекты. 15 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Бернарда Слейда «Там же, так даже». Это любовные путешествия во времени. Тоже такой своеобразный подарок нашим зрителям. Ну и вот буквально на днях приезжает режиссёр из Санкт-Петербурга, который приступит к постановке нового спектакля. Это будет Ромео и Джульетта. Бодай самым привабным с театральных будинков для юных же хороу региона заявляется Гомельский державный театр «Лялик». Для увахода на ведовольников сустракают фигуры казачных персонажа, что одразу створяя позитивный настрой. Але при этом дети заявляются самыми потребовальными театральными крытыками. Заслужить их увагу и ширую смешку часам новосоправным майстрам сцены бывает непросто. Менавито тому у Гомельским державным театра «Лялик» до выбора репертуару подыходить вельми отказно. Кожную будучую постановку сторона анализует и адаптует под взрослую аудиторию. Спектакли театра «Лялик» основным призначены для детей, однако есть и для дорослых. У репертуары творы белорусской и русской драматургии, так само сусветной классики. Театр неодноразово становился лауреатом и дипломантом престижных международных фестивалев. Гастрольная география охопливает просторы от Испании до Владивостока. До прикладу трупа только что вернулась из Тамбова. У ближайших планах у делу международных фестивалях у Душан-Б, набережных Чалнах и Минску. До решения, глядячи на насыщенную гастрольную деятельность, артысты Гомельского державного театра «Лялик» постоянно радуют своих юных глядашолок цикавыми премьерами. В начале апреля состоится премьера. Это будет спектакль, когда я стану облаком по корчику. Это, ну, такая часть экспериментальная спектакль. Вот такую уже адресность не пропишешь ее для какой категории, для маленького, среднего или подросткового зрителя, который там делится на свои полупериоды. Есть на Гомельшине театр, який отказывает густу молодежной публики. Йонес Нуе – амальч верстагодя. Свою сучасную назву и статус «Гомельский городский молодежный театр» установа отримала в 2008 году, решением Гарвы Конкама. За годы деяности театр робил ставку на интеллектуальную сучасную российскую и замерзную драматургию. Многие спектакли носили экспериментальный характер, вылучались камерностью, умастацким оформлением и манеры актерской гульни. Тут ставились камеды, мелодрамы, психологичные пьесы, каски для детей. Зараз особливая увага у формирования репертуару Гомельского городского молодежного театра надается белорусской драматургии. Каля 300 спектакляв и больше за 100 тысяч глядашов по городах и везках Гомельской области. Так у личбах выглядит театральный сезон Мазырского драматичного театра «Имя Мележа». Тут отцветковали чвертьвековый юбилей, а ле театральным традициям больше, як 100 годов. Перший драматичный гурток у Мазыры з'явился еще у 1913-м. Однако свою властную историю сучасный коллектив ведет с 1990 года, каля бы утворенный Мазырский драматичный театр. Лиричные и музычные камеды, спектакли для детей, военная тематика. Многие из постановок становились лауреатами международных фестивалей. По традиции свое профессийное свято артисты Мазырского драматичного театра «Имя Мележа» сустрели черговой премьерой. Треба отзнашить у селеднем театральном сезоне их заплановано пять. Три дитячие казки и два спектакля для дорослого глядача. У опошний час на Гомельшине з'явился целых шерох цікавых и тальновитых актерских работ. Их высоко оценивают же хары близкого и далекого замежа, и они притягивают глядашов разных поколений и поглядов. Своими меркованями на кон сучасного театра подзялились гомельчане. Люблю ходить в театр, все-таки это культурно-массовое мероприятие. Каждый человек должен посещать театры. Это развивает нас как личность. Ходим в театр молодежный и драматический. Если у драматического театра, то больше нравится комедия ихняя, а в молодежном нравятся все спектакли, которые были. Смотря вживую, это уже другое, чем смотреть, допустим, кино. Испитываешь другие эмоции. Мне больше классика нравится. Наши известные артисты, Бычков и Фейгин, они действительно соответствуют уровню драматического театра, и я думаю, что на них можно молодежи равняться. Я очень люблю посещать театр, там много всяких разных сказок ставят. Я больше люблю кукольный театр. Если это какая-то сказка, которую я уже читала, то я обязательно схожу, если она мне нравится. Мы отрицательно относимся к телевизорам, гаджетам, то есть по минимуму стараемся детям включать эти все вещи, поэтому больше стараемся гулять либо на улице, либо театр. Более того, мы планируем искать театральные какие-то молодежные всякие кружки, поэтому, кроме этого, будем еще участвовать. Театры Гомельщины тримают высокую профессийную планку, и они не спиняются на досягнутым и мкнутся до развития и росту, з'являют глядача самыми креативными и нестандартными подходами. Бо развитие театра не отдельно от развития громадства, играя важную роль у духовно-моральном и культурном развитии нации. Мне с удовольствием хочется поздравить всех служителей театра, потому что в театре не работают, а театру служат. Чтобы у них был творческий подъем всегда, всегда было настроение, всегда была возможность реализовать себя. И тепла в сердцах, в душах, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего. И на этом наш ранешний выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам плённого дня. До новых встреч у эфиры.